Я тут всюду натыкаюсь на то, что кремлевская пропаганда так тихонько, но аккуратно в своих методичках просит упоминать Вангу как можно чаще. Вангу как можно чаще и ее пророчество, потому что известно, что вот на 21-й год есть пророчество Ванги о том, что будут страшные катаклизмы, но Россия не только победит, но даже присоединит к себе Болгарию. Да, но АБ обычно... Да подожди ты хныкать. Во-первых, Болгарию СССР захватывало. Не помнишь? Болгария не участвовала во Второй мировой войне. Вы сейчас про царя Бориса вспомнили? Нет, я говорю про Вторую мировую войну. И Болгария была захвачена СССР. Помните, как он погиб после общения с Гитлером? Совершенно верно. Что-то покушал несвежимым. Наверное, вот теперь, значит, ну то, что Ванга полоумная старушка и что это одна из самых великолепных... Слушайте, ну там нет никаких предсказаний наверняка. Нет, подожди. Это был великолепнейший совершенно финт КГБ. Это лучшая разработка КГБ, потому что для того, чтобы получить информацию о человеке, совершенно не обязательно, чтобы вам что-нибудь он на себе рассказывал. Достаточно, чтобы он задавал вопросы. И по этим вопросам всегда понятно, что болит, что беспокоит, что нужно, что интересно. И характеризуется круг и его интересов, и его знакомств. Ну, вообще, когда заходит речь о каких-то пророчествах, я вот эти страсти по Ванге обычно остужаю следующим образом. Потому что, ну, обсуждать как бы пророчества, я полагаю, бессмысленно. Там для этого есть специальные медицинские учреждения или общества, там, например, Бони, Михалкова. Ну, я всегда как бы рассказываю то, что мне хорошо известно, и то, что мог бы, в принципе, узнать каждый. Что у Гуштеровой, у так называемой Ванги, у пророчицы, был очень интересный штат. И этот штат включал в себя гримера. Таксиста. Гримера. Таксиста, ладно, хрен с ним. В конце концов, чего не возить немощную старецу-то? Гримера. Дизайнера. Гример подрабатывал лицо старушки в зависимости от того, какой приезжал клиент. И надо ли было добавить свежести или, наоборот, угрюмой дряхлости. И подчертить еще немножечко морщин для демонизма. Был костюмер, который добавлял либо совсем гениольные, старинные какие-то мотивы в ее одежду, либо давал что-нибудь новенькое. И вот по странной случайности из архивов КГБ Болгарии, КГБ СССР при развале, в общем, тем не менее, все-таки ухитрился вывести 43 гигантских ящика. Несколько КАМАЗов возили с архивами, именно касающимися Гуштеровой. Вот этой вот удивительной и талантливой старушки. Я просто прошу прощения, почему я вспомнила про таксиста, банщиков и так далее? Потому что, как я тоже читала где-то, когда человек едет к прорицательнице, он настроен на контакт. Слушай, там все было пропитано, пропитано еще той старой... Он сначала рассказывает свою историю пятерым ее сотрудникам. Ну, как сказать, он может приехать и с личным водителем, да? Но понятное дело, что не будем мы обсуждать пророчества, потому что если у вас есть логика, то верующим вы при всем желании не можете быть, а если вы еще и видите, понимаете, причинно-следственные связи, то никакая религиозная вера вам не доступна.